Всем привет и приветствую вас на моем канале. За микрофоном, как саплыят, и на этот ролик вы наверняка зашли, потому что вы хотите узнать, как разгадать тайны, спрятанные в степях. Если вы вдруг совершенно не в курсе и зашли на этот ролик, абсолютно не зная о том, что в игру добавили новое, очень скрытное достижение, скрытное, скрытое, как хотите, то поздравляю, вы только что об этом узнали. С недавним обновлением, которое вышло и добавило в Хардстоун хрюканов, кстати, поздравляю БГшеров с хрюканами, а также новые колоды, но, к сожалению, нерфов они так и не выкатили. В достижениях, закрытых степями, появилось еще одно достижение, которого раньше не было, и называется оно... Вопросики? Под вопросиками вы видите надпись. Разгадайте тайны, спрятанные в степях. И больше ничего, абсолютно ничего, ну прям супер ничего. Единственное, что здесь есть, это вопросики, надпись с условием, скажем так, и награда. Награда необычная, вы получите не просто очки достижений, но и рубашку под названием Тайны Феникса. Если что, Тайны Феникса это одна из рубашек, которые победили в китайском конкурсе рубашек. Там проходил огромный конкурс с большим призовым, и в итоге рубашки победителей, коих там оказалось вроде как либо две, либо три, были добавлены в Хардстоун. Одну из них, то есть Тайны Феникса, можно получить, если вы разгадаете тайны, спрятанные в степях. Но что же это за тайны, и как так получилось? После выхода обновления, один из разработчиков Хардстоуна из пятой команды, Селесталон, вы сможете найти его в Твиттере, написал, что именно при помощи его усилий в Хардстоун добавили новое достижение, а также начал немного помогать всем тем людям, которые пытались найти отгадку. В итоге люди сообразили найти подсказки в описании легендарных наемников, которые были добавлены с последним дополнением, заклинанные степями. И первый наемник это Скабс Маслорез, одна из моих любимых легендарок, которая, к сожалению, не так мощно заиграла, как я ожидал, но все же заиграла. В его описании написано, никогда не мухлюй, не воруй, не подсматривай и не пей, но если очень страшно, то можно. Исходя из этого, люди решили пойти подраться с хозяином таверны в режиме тренировки и положить в колоду следующие карты. Это зелье иллюзий, символизирующее не пей, это запугивание, которое является отсылкой к если очень страшно, это списывание, что становится понятно из не подсматривай, это следующий секрет махинация, который символизирует не мухлюй, и последнее, это карта теперь мое, что в принципе здесь символизирует не воруй. Все эти карты люди положили в колоду, и если вы зайдете в режим тренировки, если вы разыграете все эти карты на одном ходу в следующем порядке, который вы видите на экране, предварительно удешевив эти картонки, например, эффективным 8-ботом, что поможет вам удешевить эти картонки, после этого вы получите заветную карту с вопросиком. Эта заветная карта с вопросиком откроет вам новый игровой режим, который является частью загадки. Для того, чтобы решить эту загадку, вам необходимо удариться вашими ключами, причем только самым левым ключом, который у вас есть, в определенной последовательности, которую вы сможете увидеть на экране, плюс я продемонстрирую, так как я вставляю фрагменты из своего прохождения на стриме. После этого вы нажимаете свою обилку, и вуаля, портрет вашего оппонента взрывается. Поздравляю, мы с вами прошли первую часть и головоломку разбойницы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Правильную последовательность вы сможете увидеть прямо сейчас на экране. Затем мы, естественно, лутаем те самые вопросики и попадаем в бонусный режим для воина. И здесь мы видим классическую загадку, где нам нужно будет перекинуть существ слева от повозки в другую сторону и развернуть их всех на другую часть стола. Для того, чтобы вы поняли, я делал это по видосу, я не до конца сам понял, как челик до этого дошел, хотя с разбойницей все максимально просто, поэтому я тут воздержусь от комментариев и просто предлагаю вам посмотреть то, как я это сделал на стриме и повторить один в один, потому что я это делал по видосу без лишних комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, с войнами мы порешали, теперь переходим к друиду и к гаф-руническому тотему. Именно эта легендарка своим описанием отсылает к еще одной загадке. И его описание гласит Клянусь теми двумя, что в небе и теми, что на земле. Наши спутники проведут нас. Гаф-рунический тотем. Какие отсылки из русской локализации можно найти здесь? Ну, во-первых, клянусь теми двумя, что на небе. Это лунное затмение и солнечное затмение. Те два, что на земле, я подозреваю, это знак дикой природы и знак шипастой черепахи, потому что это те самые два знака. Также нам будет необходима работа в паре, что в принципе может отсылать нас к вот этим вот двум, так как он, соответственно, обозначает две пары. И последняя карта, которая нам нужна, это верный путь, потому что эти спутники поведут нас. И, что интересно, в верном пути вы должны выбрать вариант обе карты. После того, как вы соберете колоду со всеми этими нужными картами, в очередной раз заходим в тренировку, разыгрываем карту именно вот в этой последовательности, которую вы видите на экране и которую я там на фоне делаю. И вуаля, мы попадаем в загадку для друида. Загадка для друида оказалась для меня одной из самых сложных, не знаю почему, скорее всего я просто сбивался. И она выглядит как лабиринт, хотя с первого взгляда это так вам вряд ли покажется. Вкратце, если убьетесь в левое существо, то вы поворачиваете налево, если убьетесь вправое, то вы поворачиваетесь направо. Если убьете посередине, когда вам это позволяет, вы идете вперед. Для того, чтобы вы поняли, как двигаться, существует несколько схем. Во-первых, вы можете посмотреть на вот этот вот скрин. Этот скрин это точная зарисовка того самого лабиринта, который приготовили нам разработчики Хардстоуна. Здесь вы можете видеть начало, конец и путь. Если по картинке вам ориентироваться сложно, то в описании я предоставлю вам, скажем так, некий код, в котором заглавная буква R обозначает поворот вправо, заглавная буква L обозначает поворот влево, ну и M означает middle, середина, то есть вы идете вперед, бьете существо по середине. Тут особо не разгуляешься, просто делайте все, как написано, либо нарисовано, и вы сможете пройти головоломку друида. Ну и самое сложное, это головоломка охотника. Сразу вам скажу, как и по названию ролика, вы же наверняка догадались, прямо сейчас, 6 мая, головоломку охотника до сих пор не удалось решить. Однако, если вы хотите быть тем самым человеком, который это сделает, я, конечно же, помогу вам попасть в эту тайную комнату, скажем так, на рынок. Потому что головоломка охотника связана именно с рынком. И то, как нам попасть в секретную комнату охотника, нам расскажет Тавиш. В его описании написано, скорее, их слишком много, кругом змеи. Да-да, милашки, но посмотри им в глаза, это яростные твари. Тавиш, грозовая вершина. Карта, численная мощь, которую мы должны положить в колоду, естественно, нас отсылает к, скорее, их слишком много. Кругом змеи является отсылкой к змеиной ловушке, которую нам тоже нужно будет использовать. Милашки отсылают нас к прелестному нашествию. Его восклик, скорее, нас отсылает к скорострельности, которую мы также должны использовать. И его слова, это яростные твари, помогли резиторам сообразить, что нужно в колоду положить еще и ужасное бешенство. После того, как вы соберете колоду со всеми нужными для комбинации карты, просто заходите в очередную тренировку против очередного хозяина таверны и разыгрывайте карты именно в такой последовательности, которую вы видите на экране, слева направо. После этого нас пустят на ярмарку. И здесь уже начинается мозговой штурм. Сверху вы сможете увидеть торговцев, снизу вы сможете увидеть покупателей. Пока головоломка не решена, но люди считают, что чтобы выполнить эту самую головоломку, нужно удовлетворить требования всех продавцов и всех покупателей. И когда вы на них наводите, вы видите в слоте существа, в котором обычно написаны бафы, на которые у него накинуты, написан сток, то есть количество товара, который один хочет купить, а другой хочет продать, и их стоимость. С самого начала у нас есть 10 золота, и мы должны супер жесткими махинациями не только потратить золото с умом, но еще остаться в плюсе и помочь всем приобрести и продать все самые товары. Пока что на реддите, да и вообще нигде не смогли получить эту самую рубашку. Эту рубашку получил только единственный человек на свете прямо сейчас, который и ввел это самое достижение. Однако не волнуйтесь, как только загадку с хантом решат, вы сразу же сможете увидеть разгадку на моем канале и в моей группе ВКонтакте. Что ж, ну а на этом все. Надеюсь, вам было интересно узнать не только, как выполнить практически все уже решенные загадки, которые ввела нам пятая команда, но и отсылки, и путь, по которому пришлось пройти и реддитерам, и всем, кто решал эти головоломки, чтобы оказаться там, где мы сейчас находимся. Что ж, ну а за микрофоном был Какстоплагиат, надеюсь, вам ролик понравился и оказался интересным. Если так, то ставьте лайк за оперативность. Ну а за микрофоном был Какстоплагиат, огромное вам спасибо за просмотр, и я надеюсь, что мы с вами совсем скоро увидимся с разгадкой ханта. До скорых встреч. И, конечно же, уже по традиции, наверное, я хотел бы поблагодарить новых бустеров. Огромное спасибо вам за поддержку. Если вы не завсегдата и стримов, но все равно хотите меня поддержать, бусте это замечательно и возможно. Ссылочка на мой бусте и миллиард бонусов за подписку вы сможете найти в описании. Субтитры сделал DimaTorzok